Мастер и Маргарита Товарищи, граждане, братья и сестры, «Бойцы нашей армии, к вам обращаюсь я, друзья мои». С таких слов начал свое знаменитое выступление по радио 3 июля 1941 года Иосиф Сталин. Если к обращению, товарищи граждане, советские люди были давно привычны, то слова братья и сестры и друзья мои были совершенно необычны. Вождь давал понять, что начавшаяся война имеет свой неповторимый смысл, что в ней будет решаться не просто судьба государства и правящего режима, а нечто несоизмеримо большее. Великая Отечественная, человек и война. У нас в гостях историки Любовь Можаева и Алексей Раков. Здравствуйте. Здравствуйте. Любовь Можаева окончила факультет архивного дела Московского государственного историко-архивного института, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России новейшего времени Российского государственного гуманитарного университета, автор работ по социально-политической и антропологической истории России, в том числе очерки антибольшевистской миграции 20-40-х годов и российской миграции и Вторая мировая война. Алексей Раков, выпускник Челябинского государственного университета, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры истории России новейшего времени, факультета архивного дела, историко-архивного института РГГУ. Автор книг и публикаций в том числе «Раскулаченные крестьяне Южного Урала» и «Кто такой Кулак». «Раскулаченные крестьяне Южного Урала» и «Ктоулаченные крестьяне Южного университета» Можно ли вообще описать это понятие «отечественная война»? Ну, конечно, оно является очень сложным. И мы так или иначе всегда говорим это с какими-то приближениями, да, скажем, говоря об отечественной, мы имеем в виду, прежде всего, масштабы. Мы говорим о том, что именно в этой войне решалась судьба Родины, судьба Отечества, о том, что там воевали отцы. То есть есть множество разных аспектов, которые мы можем затронуть, говоря об отечественной войне. И я считаю, что эта категория не только научная, не только такая вот чисто человеческая, она еще очень эмоциональная. Вот что важно. И когда мы говорим об отечественной войне, именно поэтому столько мнений, столько дискуссий, столько противоположно часто звучащих версий, именно потому что она затрагивает чужие чувства, судеб конкретных людей. И это очень эмоциональный аспект. Поэтому, я думаю, точно сказать, что такое отечественная война, конечно, нет. Я думаю, вообще война для каждого была своя, она у каждого была особенной. И это как раз возвращает нас к теме сегодняшней передачи. Роль человека в войне, человек на войне. Вернемся к цитате, которая была в самом начале. Иосиф Виссарионович вышел на публику и сказал эти слова. Но когда он это сказал? Он же не 22 июня их сказал. 22 июня Молотов сказал. Молотов из политического руководства. Но утром 22 июня, а это был день всех святых над русской землей воссиявших, митрополит Сергий, местоблюститель Патриаршего престола, уже призвал, благословил свою паству на отечественную войну против захватчика. Конечно, я с вами согласна, что отечественная война, как понятие, вот сам термин отечественная, это настолько многогранный, настолько многоохватывающий термин, что тут можно говорить не одну передачу и не один час, а очень долго и не одну монографию написать. И, конечно, война, как любая война, а вот эта война 1941-1945 года, она не просто война на преодоление. Это была война преодоления непреодолимого. И вот тут и маленький человек со своими нормальными в этой страшной каше страхами, и человек мужественный, который совершал подвиг в какую-то конкретную минуту, высокую минуту свою. Это все люди, о которых можно очень долго и очень много говорить, и мы должны об этом говорить. Вот есть больное место, когда я вспоминаю, говорю о Великой Отечественной войне. Я вспоминаю 2005 год, когда вышла в свет книга фронтовой лирики. И вот часто в рецензиях на эту книгу вспоминали отнюдь не Симонова, не его слова «Если ты ее не спасешь, то никто ее не спасет». А вспоминали иногда стихи, стихотворение Валенки, всего два четверостишие. Это стихотворение Иона Дегина, лейтенанта-танкиста, который доживал свой век в Израиле. Я не знаю, может быть, он сейчас уже ушел из жизни, но тогда он был жив. Хотя в Израиле тоже фронтовики, они очень помнят и празднуют этот День Победы, наш святой день. Так вот, это страшные стихи. Вот позволите, я просто это прочитаю. Мой товарищ в смертельной агонии, не зови понапрасну друзей. Дай-ка лучше погрею ладони я над дымящейся кровью твоей. Ты не плачь, не стани, ты не маленький, ты не ранен, ты просто убит. Дай на память сниму с тебя валенки, мне еще наступать предстоит. Был такой маленький человек со своими страхами? Конечно, был. И особенно в эти страшные первые недели войны. В связи с тем, что вы сказали, даже не уверен, можно ли его называть маленьким. Потому что это ведь большой подвиг, который каждый день совершали люди на войне. И как раз из воспоминаний, писем фронтовиков очень четко видно, что война на определенном этапе стала восприниматься исключительно как работа, очень тяжелая работа, безумно тяжелая работа, как быт. И какие-то вот такие острые моменты с точки зрения сегодняшнего времени, как мы их воспринимаем, они тогда не казались такими. Потому что война, она была настолько многогранной и настолько долгой, потребовала такого громадного напряжения сил, что она воспринималась именно как данность некоторая, которую необходимо преодолеть. Совершенно верно. И вот в этой связи я почему употребила вот слово «маленький»? Конечно, в кавычках. Конечно, в кавычках. Маленький перед этой огромной машиной, этим валом, который навалился на нашу страну. То есть вот в те первые недели, когда буквально за 2-3 недели враг прошел на глубину до 600 километров, то есть это действительно ураган, который сметал очень много. Но люди думали о том, что им еще наступать предстоит. Значит, уже люди выбирали. А может быть, многие из них уже сделали свой нравственный выбор, что я воюю не за режим, я воюю за свою родину. И вот в этом смысле война, конечно, мы говорим о потерях. Но в этой связи я бы хотела сказать, что вот война стала тем временем, тем моментом истины, когда мы много обрели. Мне сразу вспомнилось стихотворение другого поэта, Роберта Ивановича Рождественского. Я по памяти буду стирать, может быть, я ошибусь. То есть автомат ему выдали маленький, и бушлат ему выдали маленький, и сапоги ему выдали маленькие. Но когда в предсмертном крике он вывернул рот, то на всей земле не хватило мрамора, чтобы вырубить парня в полный рост. Очень такие щемящие вещи. И вообще вот эта военная лирика, военная тема иногда для людей, которые находятся в традиции, они даже не могут слышать это. Слезы наворачиваются, и комок в горло. Вот это и есть то чувство отечественной трагедии, которое произошло туда. Ну, для тех, которые еще не утратили, конечно, связь с этим отечеством. Конечно. И вот продолжая эту тему отечества, выбора, а что такое отечество, чем стало это отечество, каким оно стало для тех, кто пришел на фронт. Ведь разные люди были призваны в возрастные категории разные. Ведь первые, июньская и августовская первые мобилизации, они же ведь были очень разные по возрастному характеру. Там были люди, которые родились в самом конце XIX века и в самом начале XX века. И 23-й год призвали. 23-й год. Из поколений 23-го года около 3% осталось после Великой Отечественной войны. Поэтому для них понимание родины, оно было разным. Разным. Те помнили еще ту свою традиционную старую родину с православными ценностями, со своим домом, со своей матерью. И с немцем, который пришел воевать в 14-м году. С германцем. Да, с германцем. И вот эти молодые ребята, которые формировались в годы советской власти, которые получили образование в годы советской власти, которые, так сказать, вышли в город из своих тяжелых деревень. Это же движение тоже было очень большое. Это были другие люди. И вот война стала тем моментом, который соединил вот эти понятия того отечества, старого и современного отечества. Потому что государство – это государство. Это политический режим. Вот мне кажется, что вот это стало отходить на другой план. Даже до 3-го июля, когда Сталин произнес эти слова, он уже фактически фиксировал проявление этих старых ценностей. Я вам расскажу личный опыт и личные воспоминания. Моя мама, она Болшева родилась, Пушкина жили. И как раз там, в лесочке, ансамбль Александрова репетировал эту песню «Вставай, страна огромная». Она появилась в первый день фактически была написана. И она помнит, как вот эти вторые мужики сидели на скамеечках и сколотили там в лесочке и репетировали эту песню. Они ее слышали. Это потом уже в Белорусском вокзале ее исполняли, когда поезда уходили. Сейчас доска там висит. 24 июня 1941 года одновременно в газетах «Известия» и «Красная звезда» были опубликованы стихи Василия Лебедева-Кумача «Священная война». Сразу же после публикации композитор Александр Александров написал к ним музыку. 26 июня 1941 года на Белорусском вокзале одна из не выехавших еще на фронт групп краснозаменного ансамбля «Песни и пляски СССР» впервые исполнила эту песню. С 15 октября 1941 года, когда Вермахт захватил уже Калугу Ржев и Калинин, «Священная война» стала ежедневно звучать по всесоюзному радио каждое утро. Когда с коллегами иногда разговариваешь и выясняешь вопрос о том, когда же все-таки солдаты осознали, что эта война отечественная, за отечество. Тут мнения у нас у многих расходятся. Вот мне представляется, что это осознание началось буквально с первых дней. Буквально с первых дней. И вот эта ярость благородная, ярость благородная, очевидно, это, пожалуй, самая главная доминанта общественного сознания. Не успели зафизуировать даже этот текст. Сразу, как был написан, сразу исполнен. Вот это очень отражало массовое сознание солдат на фронте. Ну, собственно, мы говорим об отечественной войне. Если идет оборона отечества, неужели это по умолчанию не отечественная война? Почему мы здесь должны говорить в каком-то конкретном моменте осознания? Я с вами согласен, что, скорее всего, он появился вот именно с первого времени. Мы не ждали войны, ждали. Ведь есть вот эти гипотезы о том, что мы будем воевать на территории, что мы, так сказать, пойдем туда, куда-то туда. И вдруг вот такой, даже еще не было информации, что прошли за один день, там, несколько десятков километров, второй, еще, еще, еще. И когда уже Минск вот бомбили, и когда уже чуть ли не Минск взяли, вот тут был уже шок, так сказать, серьезный. Как раз первые дни, вот тут надо тоже обратить внимание, что первые дни такой, ну, началась война, началась. А что реально происходит, ведь народ не знал. Абсолютно. Но руководство, конечно, были свои мысли по этому поводу. В частности, были идеи о подготовке превентивного удара. Тот же Василевский подготовил план по превентивному удару по Германию. Соображения Генстаба, это были соображения. Да, но Сталин его сразу же отверг. Документ подписанного нет, это были соображения. Правильно, потому что Сталин его отверг. Все верно. Ну, тоже это большой вопрос. Это да, это такая тема очень болезненная. Некоторые ссылаются на расположение войск и конфигурацию линии фронта. Она была сделана таким образом, что надо для наступления, а не для обороны. Ну, это другая тема. Давайте вернемся тогда все-таки к тексту Сталина. Вот он обращается к братьям и сестрам. Впервые это прозвучало. Насколько действительно он лукавил? Он уже успокоился к этому моменту, и нужно было выйти ему, конечно, к народу, как вождю, что-то сказать. Я вот просто в контексте вашего этого вопроса продолжила бы свою мысль о том, что все-таки процесс осознания, что это война отечественная был. Почему? Потому что все-таки те ценности, которые насаждались государством, то те, ну не стереотипы, а тенденции, так сказать, направления идейно-воспитательной работы в обществе, которые осуществлялись партийным аппаратом, комсомольским аппаратом в нашем государстве до войны, они, конечно, были направлены на то, чтобы вот это бывшее старое сознание, старую дореволюционную Россию с ее ментальностью изжить, изжить. Концепция мировой революции, ставка на пролетарский интернационализм, это, в общем-то, заменило многие постулаты той самой старой дореволюционной России, я имею в виду постулаты сознания. Но пролетарский интернационализм не сработал. Все же думали, что мы сейчас распрофагандируем немецких пролетариев, и они побросают оружие. Так вот, есть воспоминания, которые говорят о том, что наши разведчики иногда брали языков, приводили их в штаб и рассматривали их как братья в покласс, что вот сейчас мы с ними поговорим, и сразу мы поймем друг друга, что фашизм – это зло, и, в общем, все станет на свои места. Но когда давали махорочку из своих кесетов, когда кормили этих языков, они отдыхали, а потом начинали смеяться. Вот это и есть воспоминания фронтовиков. Поэтому пролетарский интернационализм, конечно, не сработал. И вот Илья Иренбург, он даже в своих воспоминаниях пишет о том, что первое время советский солдат, молодой парень, какой-то момент осознавал, в кого он стреляет. У него эта мысль появлялась не во врага. Ведь прошло время, когда Симонов напишет «убей его», когда не стоял вопрос о том, что это враг и что его нужно убить. И если его не убить, то погибнет твоя земля, твои родные, и ты сам погибнешь. Это был момент выбора, процесс выбора. И вот процесс осознания, что это враг, который пришел не просто в твое государство, он пришел лишить тебя Родины. Он пришел расчленить твою Родину, лишить тебя возможности жить, существовать независимо. И это был, конечно, процесс. И я думаю, что вот 3 июля Иосиф Виссарионович уже фиксировал какие-то настроения, безусловно. Там немецкая пропаганда же работала. Они пытались как раз использовать вот этот фактор, что они пришли освобождать страну от заселия большевиков. И еще там было поролон. Работала в то же время и советская пропаганда, собственно, работала и советская идеология. Скажем, появились у нас политиделы МТС. Очень вовремя выступают вожди, которые нас убеждают в том, что это необходимо сделать. То есть здесь идет, конечно, противостояние. В том числе и противостояние на идеологическом уровне. Оно, безусловно, было одним из самых важных. Тот процесс, процесс осознания, процесс понимания того, насколько губительна эта война. Потому что это действительно не просто какая-то Великая Отечественная... Даже не просто Отечественная война, да, Отечественные войны, как вы правильно говорили, уже до этого были. Но это война, в которой решается судьба государства, судьба России, судьба Родины. И вот этот процесс осознания от государства до Родины, он, конечно, занял какое-то время. Безусловно. Ну, не сразу почувствовали, что война идет на истребление. Одно дело решить политическую задачу, сменить строй, получить деньги, контрибуцию, я не знаю. А вот не было ли это некоторое... А тут война шла на истребление. Это когда стали появляться вот эти материалы о фактах зверств, убийств, массовых репрессий, фактически геноцида, конечно, уже говорили было ничего. Вы понимаете, война на истребление, ведь об этом говорили. Был же план ОСТ, и об этом говорили. Но одно дело, когда человек слышит или читает... Вот Симонов, правда, писал в свое время, что чем больше пишут, тем больше осознают. Но вот этот момент осознания, он должен был пройти. И когда столкнулись с конкретным проявлением вот этой восточной политики гитлеровцев на родной земле, именно с истреблением, вот тогда это осознали, тогда это кровью, это кожей почувствовали. Конечно, слова, слова и дела, это совершенно разные вещи. Я здесь позволю себе процитировать дневник Пришвина, 27 ноября 1943 года. Понятно, какие события. Чувство Родины сейчас связалось у всех с концом войны. Кончится война, сделаем все последнее дружеское усилие для конца, и тогда все хорошее, что мы ждем, и будет Родиной. Родина, если взять вот проблему территории, да? До военной, до Великой Отечественной войны, и даже там до 1939 года, да? И в мае 1945 года она была уже другой. И ментально, и территориально, и геополитически. И вот этот дух мая 1945 года, конечно, он связан с идеей советского великодержавия. Конечно, советского великодержавия в хорошем смысле, когда соединились традиционные ценности. А потом ведь не случайно обратились-то к ценностям дореволюционным, к патриотическим, и в терминологии. И ордена ведь стали другие. Ну, речь стали на мавзолее 107 ноября 1945 года, когда он помянул Невского, Донского, Суворова, Кутузова. Конечно, это сыграло свою роль. Товарищи красноармейцы, красно-флотцы, командири политработных, партизаны и партизанки, на вас смотрит весь мир, как насилуспособный уничтожить разбойничие горды немецких захватчиков. Безусловно, это было укрепление вот этих традиционных ценностей в сознании советских людей. Еще одно. В последние, конечно, годы идет не то, что переосмысление, а появляются новые ракурсы во взгляде на Великую Отечественную войну. И вот тот подвиг простого солдата и тот национальный фактор, который играл важную роль в победе, он постепенно, так сказать, от шелухи его очищают. Вот, он начинает выходить на первый план. И подвиг народа, что Сталин потом, собственно, и сказал, я пью за русский народ в известной его речи в 45-м году после Парада Победы, отдав дань уважения там вкладу, который сделал именно русский народ. И вот тут я хочу перейти постепенно к теме нашей, к основной теме нашей программы. Что в последнее время, какие появились тенденции в историографии у профессионалов, которые занимаются историей Великой Отечественной войны, с точки зрения вот того, как реально, можно ли это вообще, жил, действовал, функционировал, существовал человек вот в этих экстремальных условиях. И здесь есть фронтовая реалия, а есть тыл и есть там другие категории, ведь фронтовиков не осталось. Ведь годы, которые вот уже прошли после войны, первые, кто уходит, это, как правило, фронтовики. И сейчас вот даже мои коллеги-документалисты, когда готовили очередные юбилейные фильмы, это не секрет, они снимали фронтовиков, вот они сидят, говорят, и все на одном таком сереньком фоне, все профессионально, все хорошо. А я спросил, а почему фон-то такой? А коллеги говорят, а мы 70% этих людей снимали в госпиталях и в домах вот этих по... Представили. Представили для ветеранов войны, потому что все они уже неходячие. То есть вот эти вот ужасы, они сегодня, носители этого знания, свидетели, они уходят. Вот, и вот что сегодня, вот есть ли какие-то особые направления вот в современном изучении войны, не стрелки рисовать, а вот именно на человеческом факторе? Я бы сказала, что в последние годы, вот в последние 10-15 лет появилась новая отрасль исторического знания, вот исследования войны, военно-историческая антропология. Вот, и источники у военно-исторической антропологии, они, конечно, очень широкие. В том числе, и в первую очередь, источники личного происхождения, воспоминания, фотографии, фронтовой фольклор, которые очень, да, письма, которые очень хорошо вот эти нюансы жизни разных категорий людей на фронте, в тылу отражают. Вот, безусловно, живых сейчас очень мало, и осталось фронтовиков, да и тружников тыла-то осталось очень мало. Вот мне моя мама рассказывала, я тут ее с пристрастием допрашивала, восстанавливала хронологию, потому что 86 лет человеку, и я ее спрашивала, вот в первые месяцы войны что? А она в Нижнем Тагиле на трудовом фронте была. Она говорит, ты знаешь, нам предложили, это было в сентябре, нам предложили, либо вы идете учиться в ФЗО, либо вы сразу на трудовой фронт. Ну, мы, говорит, с девчонками подумали и решили, что мы сначала в ФЗО пойдем. Ну, чего там, полгода, а там и война, глядишь, кончится. И они пошли в ФЗО, закончили его, она стала плотником, вот, и их после этого уже отправили в Нижний Тагил на танковый завод, где она до сих пор, она не знает, что, говорит, мы там делали. Мы делали, говорит, какие-то огромные деревянные болванки, знали, что для танков. Но куда их, говорит, использовали, мы не знаем. Воспоминаний живых очень мало. Но вот эти письма, эти дневники, фронтовой фольклор, письменные какие-то записи воспоминаний, они позволяют исследовать, как жили люди разных возрастов, как жили представители разных категорий военнослужащих, командиры, солдаты. По разным родам войск, какие были нюансы, женщины на войне. Как была жизнь организована, стоили ли что-то деньги, в конце концов. И что они думали, что они чувствовали. И как, кстати, сформировались вот эти символы и мифы. Ведь, понимаете, одно дело, человек воюет, он живет на войне, выполняет свою эту тяжелую работу. Да, одним внук. Да, а другое дело, да, и когда он совершает подвиги. Ведь, понимаете, вот мы даже говорим, когда он совершает подвиги. Хотя, в принципе, война – это, в принципе, подвиг. Война – это подвиг народу, да. Это повседневный подвиг для каждого конкретного человека, каждый день войны – это подвиг. Потому что это подвиг преодоления самого себя, своего страха, своих проблем, в быту преодоления. И, кстати, как делались эти символы? Это тоже все позволяют современные исследования с этим ознакомиться и понять этот механизм. Можно ли говорить уже о каких-то тенденциях или выводах? Мне просто страшно представить, что можно получить, какие данные, если использовать современный социологический метод для анализа вот этих вот пластов. Это даже не просто тексты, это пласты какие-то, огромные материалы, сколько можно обработать. Ведь я знаю, что обработано очень мало. Здесь, так или иначе, все равно, мне кажется, будет присутствовать эмоциональная в большей степени оценка, потому что мы не сможем объединить все вот в рамках какой-то одной схемы. Это чересчур всеобъемлющие, да. Да, мы можем выделить какие-то темы, которые были общими, скажем, тема преодоления, тема чрезвычайных экстремальных условий на войне. Но, пожалуй, мы ограничимся только вот этими узловыми моментами, потому что у каждого схема будет разной. Да, были вот эти общие темы, и в соответствии с ними у каждого человека жизнь строилась определенным образом, в зависимости от того, какое положение он занимал, какую роль играл, где находился в данный конкретный момент. Однако мы не получим единую схему. Но здесь даже не методики чисто социологические, а социальная психология. Это психологические аспекты войны. Психологические, конечно. Как она воспринимается. Да, как она воспринимается. Так ли она воспринимается, например, через рефлексию через какое-то время. Да, какие доминанты сознания на войне у разных категорий были. И вот если вернуться к тому, с чего мы начали, к речи Сталина 3 июля, ведь он там говорит, необходимо, чтобы наши люди не знали страха. Необходимо, чтобы люди не знали страха. Вообще-то нормально, когда человек перед такой машиной, которая на тебя катит, боится. Необходимо, чтобы люди не знали страха. И в борьбе не знали страха. И самоотверженно шли на нашу отечественную освободительную войну. Но когда он говорит там о союзниках, да, он говорит, что это будут народы Европы, но при этом он вспоминает и о германском народе, что нас поддержит и германский народ, который сейчас ввели в заблуждение гитлеровские заправилы. Тоже ведь, ну я не знаю, что это, наивность, не наивность, это отзвуки вот той самой... Но он не может сразу отказаться от тех тезисов, которые были, они же... Конечно, постепенно происходит отход. Конечно, хотя и последние его речи в конце войны, у них там тоже эти идеи звучат. Будни войны Они иногда были для человека на войне подвигом большим, нежели вот эта минутная вспышка. То, что называли подвигом, то, из чего делали подвиг. Потому что подвиг иногда делали, вот эти примеры делали. И если мы вспомним Александра Матросова, ведь тут... Почему, собственно, до него тоже были такие случаи. И после него, вот в литературе, кстати, есть такие цифры, где-то от 220 с небольшим случаев до 470 случаев. Иногда исследователи дают вот таких подвигов, которые совершил Александр Матросов. Но это известно. Почему Александр Матросов стал Александром Матросовым? И в силу своего героизма. Но таких тоже было много. О них мы не знаем. О них мы не знаем. Только ли потому, что хорошо написали в политдонесении, которое стало известно Сталину. Но ведь что происходит потом? Ведь Александр Матросов совершил свой подвиг 27 февраля 43 года. А потом, потом меняется дата. Меняется дата. И позже, через несколько месяцев, в приказе Сталина, первый приказ за годы войны, когда Александра Матросова зачисляют навечно в списке этого полка. И дата меняется. 23 февраля. Почему? А потому что 25-летие создания Красной Армии. Вот так делаются подвиги. Нужно это? Безусловно, нужно. Примеры нужны. Они вдохновляют людей. Александр Матросов был призван в армию в октябре 1942 года и направлен курсантом в пехотное училище. В ноябре 1942-го добровольно отправился на фронт и был зачислен рядовым в 254-й гвардейский стрелковый полк 56-й гвардейской стрелковой дивизии. В конце февраля 1943 года в бою за деревню Чернушки Псковской области он прорвался к вражескому дзоту и закрыл своим телом амбразуру, обеспечив успех своему подразделению. В сентябре 1943 года Матросову было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. На первом этапе войны это было очень важно для морального духа, для морального состояния людей, потому что когда эта машина катила по нашей стране и солдаты отступали, нужны были вот эти примеры для того, чтобы вдохновить, для того, чтобы понять, что мы можем и что мы должны. Это было основное. Собственно, почему мы вспоминаем каждый раз, когда об этом говорим, празднование 24-й годовщины октября, потому что это был очень показательный момент, когда в осаждаемой в Москве проходит парад. Это не случайно, разумеется, и как раз это очень важно с точки зрения повышения боевого духа, чтобы, несмотря ни на какие трудности, было видно, что да, вот Советский Союз и, в частности, даже столица, которую осаждают, она может себе еще очень многое позволить, и последующее контрнаступление, оно как раз это показало. А, конечно, вопрос, как поднять боевой дух, он был основным, и как он решался, это очень показательно. Ну вот смотрите, как, кстати, ситуация под Москвой в контексте московской битвы затем выходит на то, что говорит Сталин 24-го мая. 45-го года. Да, 45-го года. Ведь когда шел процесс над Берией и его подручными, там прозвучали сведения. Понимаете, это не более чем сведения, потому что это нужно исследовать, как исследовать, пока сложно, потому что нужны документы. Но есть такие сведения о том, что якобы существовал, во всяком случае, стоял вопрос и прорабатывался этот вопрос, в том числе и на уровне высшего руководства страны, о заключении мира с Германией. По крайней мере, вот они дошли, хорошо, а Россия там дальше, вернее, СССР там дальше. Ну вот есть такие данные с 1953-го года, они известны. И вот что говорит Сталин 24-го июня? Он начинает свой тост за русский народ, который является руководящей направляющей силой. Но потом он говорит о том, что на борьбу-то поднялись все народы Советского Союза. И за что он благодарит русский народ? За его терпение. Потому что русский народ не сбросил правительство, не поставил, как он говорит, другое правительство, которое заключило бы мир с Германией и обеспечило бы ему покой. Народ боролся, и он благодарит советский, русский народ за терпение. Спасибо ему за терпение. То есть, во-первых, акценты смещаются с благодарности народу на стойкость и на мудрость правительства. Да, разумеется, и эта тема смещения, она потом прослеживается ведь очень четко. Скажем, через месяц, уже 25-го июня, на приеме в Кремле в честь участников Парада Победы, и, собственно, Сталин уже по-другому это все интерпретирует. В частности, он говорит, за здоровье людей, это тоже тост, у которых чинов мало и звание незавидное, а за людей, которых считают винтиками великого советского механизма, государственного механизма, но без которых все мы, маршалы и командующие фронтами и армиями, грубо говоря, ни черта не стоим. Это люди, которые держат нас как основание, держат вершину. И вот это уже тоже новая интерпретация совершенно. Да, вот уже выравнивается советский, государственный, да, и вклад народа. И потом опять у нас иерархия, основание и вершина появляется, появляется система отношений. Конечно, система отношений. И затем это будет продолжено и в 55-м году, вот на праздновании юбилея Победы. То есть пойдет определенная тенденция девальвации, вот победы именно людей в этой войне. Но там же и дискуссии с известными фильмами Эйзенштейна, Иван Грозный, и адмирал Нахимов, конечно. Да, и затем поставить фронтовиков на место. Вот в одном из своих выступлений перед избирателями сталинского округа Москвы Сталин заговорит о том, что надо поставить фронтовиков на место, чтобы они, так сказать, не считали себя выше всех остальных. И процессы над военными, которые пойдут в первые послевоенные годы, тому свидетельство фронтовиков начинают ставить на место, указывать им место. Поэтому идет определенная девальвация вот этого народного подвига. Девальвация народной победы. Да, народной. Появляется чуть позже еще. Даже можно сказать не только девальвация, а десакрализация. Да, абсолютно точно. Десакрализация победы, но при этом не десакрализация самого Сталина. Да. Появляется редакционная статья в «Правде», в которой пишут. Еще задолго до современной войны товарищ Сталин предвидел ход событий. Прозорливо, мудро определил товарищ Сталин программу борьбы советского народа против сильного и коварного врага. На массовые героические подвиги звал советских людей вдохновляющий пример товарища Сталина. Товарищ Сталин является создателем современной военной науки. Счастьем советского народа является то, что вне тяжелых испытаний, во главе всех вооруженных сил СССР, во главе советского государства стал величайший мыслитель, организатор и стратег, воплотивший в себе все лучшие качества советского народа. Вот что здесь, сколько раз упоминается товарищ Сталин. И это непосредственно после войны появляется тоже интерпретация. Понятно, что во главу угла очень четко ставится руководитель. Это тоже тенденция, которая очень хорошо прослеживается на примере. Но в чем ситуации, опять-таки, битвы под Москвой, здесь многое зависело. Позиция правительства, и уедет, не уедет, это, конечно, зависело от выбора Сталина. И даже вот эти вот сведения о возможных переговорах... Возможных эвакуациях, паника вот эта. Да, вот, так сказать, эта идея переговоров о заключении мира с Германией, это же тоже был выбор Сталина. Сталин отказался, он не пошел на это. Вот это тоже нужно. Но это было бы, помимо всего прочего, его личным поражением. Здесь можно, конечно, искать разные мотивы. Безусловно. И я думаю, что вот в этот момент Сталин уже осознает, вот мне так кажется, что он уже осознает, что есть та нация, нация в широком смысле слова, в широком смысле слова, в прямом понимании... Как советский народ, да. Да, как советский народ. Понятно, что, да. Новая историческая общность, да, советский народ, как потом это назовут. Вот, и что он лидер этой нации, он может стать лидером нации. Вот почему в некоторых исследованиях есть вообще трактовки спорные, они интересные, но они, в общем, достаточно спорные, что первый начальный период войны, это есть первая война, так сказать, Сталина, это есть поражение Сталина, а затем вторая война Сталина, отечественная, когда он становится лидером нации. И третья война Сталина, это война по закреплению позиций социализма, выходу социализма за пределы Советского Союза, да. Это третья война Сталина. Есть много разных, конечно, подходов к объяснению этого феномена, но в последнее время стали появляться и тоже весьма, так сказать, интересные. Я сейчас попробую изложить один из подходов. Это перенести традиционное монархическое сознание или самосознание обычного человека, которое сложилось в древолюционные годы, когда делегировались полномочия государю, а государь защищал интересы страны. Да, это протонаристское отношение традиционное. Да, и вот эта схема, она перенеслась, она как-то ушла под спут, и вдруг, когда вот все это, шелуха отпала, и когда был враг, народ интуитивно или по традиции стал воспринимать верховного главнокомандующего как того лидера... Сакральную личность. Да, сакральную личность. Сталин, отец народов. Да, он не называл его государем, он не называл его императором, но вот эта вот схема, такой треугольник, сложившаяся, вот вершина, правильно вы сказали, вершина, и вот тут все это основание, она сработала. Можно под любой знаменатель это подводить, но она сработала. Традиционная советская тактика, как мы воевали, да, скажем, известно, что у Жукова была очень определенная тактика не начинать боевые действия, пока не будет очень четкого численного превосходства. И здесь это виновство нас возвращает как раз к цене человеческой жизни, к судьбе конкретного человека. И, скажем, академик Вернадский тоже в самом начале войны, еще до контрнаступления под Москвой, он как раз пишет в своих дневниках, что неудачи первого времени, вот неудачи в ходе войны, а он, это дневниковые записи, то есть они идут как раз, когда он пишет, это его непосредственные мысли в тот момент. Он очень четко говорит, что конкретные неудачи в ходе войны, они связаны именно с действиями советского руководства. И, извините, академик Вернадский, это не тот человек, которого можно заподозрить... В какой-то лояльности или лишней нелояльности. Хотя он, конечно, получал Сталинскую премию, но тем не менее, да, человек, понятно, масштаб в личности. И здесь мы возвращаемся к теме просчетов, и потом, как эти просчеты плавно трансформируются уже в победительную поступь руководства. Вот я бы хотела продолжить еще вот разговор о русском народе, ведь там затем акценты выравниваются вообще в выступлениях и в самой благодарности. И речь идет о советском народе, потому что действительно, ведь это была война отечественная не только для, собственно, русских. Все народы-то поднялись. Я думаю, просто осознанно была вот эта ошибка, потому что, действительно, когда выделяешь один народ, а война была объединительной, то получается, что ты теряешь некоторые дивиденды по этой войне. Какой вы имеете в виду ошибку Сталина в этой речи? Выделение одного народа, да. Но он там, он начинает с этого, он начинает с этого, а затем говорит о советском народе. Я просто вот хочу погрузиться. Ну, что он не мог не сказать этого, но вот это лукавство потом про... Он бы мог сброситься это правительство, но он его не сбросил. Он должен был это сказать и тему эту закрыл. Да, а затем развил уже на новом идеологическом витке. Конечно, это достаточно такая... Так вот, ведь это тоже, так сказать, будни войны. Русский человек на войне и представители других национальностей, как они воевали. Ведь в нашей армии уже после коренного перелома, там на завершающих этапах войны были национальные формирования. В составе армии были национальные формирования. И, кстати, вот в воспоминаниях, в документах, в письмах, в исследованиях, это мы читаем, там приводятся факты о том, что не всегда хотели идти в эти национальные формирования. И, конечно, политические органы там работали, они свою работу выполняли очень четко, очень контролировали, донесения шли, отслеживали, но там была и работа. Причем вот какую форму-то использовала вот наша пропагандистская машина, в годы войны и для сплочения, и для, так сказать, нивелирования многих сюжетов вот национальных в годы войны, это надо признать. Ну, то есть это шел поиск правильного пути, собственно, конечно. Конечно, как обращение республик, народа республики к своим воинам, которые находятся на фронте. И вот в воспоминаниях есть даже факты о сыне и отце Юсуповых, они чеченцы. И там описывается, как гибнет один, как совершает подвиг другой. И вот, конечно, тем обиднее, что после вот этих обращений, после того, как говорят о подвигах представителей некоторых национальностей, разных национальностей, затем следует вот эта политика депортации по отношению к ряду народов. Даже не пришлаивались ордена и, не говоря уже о звании Героя Советского Союза, лицам чеченской, ингушской национальности. Четко просеивалось. А еще были ряд, так сказать, национальностей. И, с другой стороны, есть воспоминания маршала Баграмяна, где он прямо ссылается на факты прямых обращений командиров боевых частей фронта, которые требовали пополнения сформированного из лиц славянской национальности. Потому что только они могли воевать. Это тоже факт, к сожалению, непреложный. А вот в последних речах Сталина-то, в майских речах, в июньских речах 1945 года, там тоже говорится о том, о единении славянских народов. Тоже вот эти все срезы, они прослеживаются. А Москва, как Всемирный Славянский Центр, это ведь тоже идея, которая позже уже появляется. Да. Ну, вообще, вот по поводу подвигов, это касалось, конечно, некоторых вот этих ограничений. И вообще, вот эта система просеивания, она существовала в принципе, это было связано и с неразберихой, и с правильным оформлением документов, и с позиции, между прочим, конкретного командования, своего уровня, более высокого уровня, когда представляли человека к какому-то званию, а на каком-то этапе, на каком-то уровне решали по-другому. То есть вот это просеивалось. Это комплект, конечно, разных моментов. Конечно. Поэтому мы в полной степени, в полной мере не можем судить, вот даже в количественном отношении, о подвигах по количеству там розыданных орденов и медалей, совершенно не так. Подвиг – это скорее соль войны и достаточно обыденная вещь. Если бы не было этих подвигов, каждодневных подвигов, мы уже говорили, то, скорее всего, война не продлилась бы так долго. Это тоже непреложная истина. Еще в последнее время вот одна из таких тенденций – это пересмотр роли позитивной, одновременно негативной в партийном управлении войсками и тем, что творилось. И, с другой стороны, система, то, что мы называем сталинизмом, сталинской системой, когда боязнь не выполнить указания, поступающие сверху, приводила к тому, что многие офицеры, в том числе командующие, они не обращали внимания на цену, которую придется заплатить за выполнение того или иного указания, наступать любой ценой, или уже известные стали штампами такими, что нужно взять тот или иной город или решить ту или иную боевую задачу конкретной дате. Вот вы уже упоминали, что подтянули подвиг Александра Матросова, затывшего с собой вражеский дот к советской армии, сегодня уже российской. Вот это пренебрежение к человеку, мы же говорим сегодня о человеке, исходило именно из вот той партийной идеологии, которая была господствующей, что на человека никто не обращал внимания. И как раз критики маршала Жукова часто используют этот аргумент, что именно при нем цена победы под соотношение погибших для решения боевой задачи, она какая-то вот, когда зашкаливает, тем более сейчас стали, может быть, даже слишком появляться много, не потому что их много написано, потому что наших мало, мемуаров немецких командующих и военных историков, которые, они же, апеллируют фактами и мировой практикой ведения боевых действий. И то, что творилось при принятии решений, ту цену, которую мы платили, конечно, она, вот пренебрежение к собственному народу, это вряд ли можно будет простить когда-нибудь вот той системе, которая и привела к... Вы знаете, великая вообще заслуга нашего народа, что он это, кстати, понимал. Вот я сейчас хочу вам привести... А, понимал, что вы понимаете? Сейчас я скажу. Неадекватность цены. Сразу уверена. Неадекватность цены, и он понимал, что система делает свою работу, а они делают свою работу. Вот, например, Смеш, вот я сейчас процитирую вам из фронтового фольклора. Первая болванка пробила бензобак. Вылез я оттуда, и сам не знаю как. А потом в особой вызвали отдел. Что ж ты, собака, вместе с танком не сгорел? А я отвечаю, а я говорю, в следующей атаке обязательно сгорю. Вот вы понимаете, вот этот черный юмор, это вот понимание того, что у них своя работа, а у нас своя работа. В чем танкисты, ведь это вообще категория, конечно, тоже особая в годы войны. Вот если рассматривать различные родовойск в годы войны, ведь если попадал снаряд в танк, то гиб не один человек, а гиб целый экипаж. Причем в первую очередь, в первую очередь, и самым трагическим образом гибли те, кто вел танк внутри, и башенный стрелок. Потому что часто, если не прямо в танк попадал, то срезало просто половину тела у стрелка. Или, например, летчики, тоже особая категория. Вот есть такие исследования вот их поведения на войне? Вот тот же упоминаемый герой Советского Союза, который воевал на Курске, он сказал, что я во время боя под Прохоровкой сменил 4 танка. Я спрашиваю, а как это вообще могло быть? Очень просто. Значит, гусеница, не было движения, ломался двигатель. Мы выскакивали. У меня был вопрос совершенно такой простой. А где вы, так сказать, свободные-то танки искали? Оказывается, механизмы отсасывания угарных газов от снарядов не срабатывали. Танк стоит, все работает, заводи двигатель, а экипаж мертвый. Они задохнулись. И такие вещи были. Крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны, сражение под Прохоровкой, произошло 12 июля 1943 года в районе станции Прохоровка, 56 километров к северу от Белгорода. Враг стянул лучшие танковые соединения дивизии «Рейх», «Мертвая голова», «Адольф Гитлер» и другие. С обеих сторон в битве участвовало до 1200 танков. Для противника было неожиданностью участие огромного количества советских танков и мощь советской авиации. Она произвела более тысячи самолетов-вылетов. Немецкая сторона потеряла в битве до 400 танков и орудий и более 10 тысяч человек. 16 июля противник начал отход от Прохоровки. Это еще одна тема, которую только в последнее время так стали говорить открыто, что вот атеистов на войне не бывает, что вот это рок, судьба. Вот один прошел там почти там всю войну без единой царапины и погиб от того, что на него свалился мешок с почты и с почтового самолета. Такие были страшные случаи. И люди, когда это видят, они вот, они по-другому смотрят на жизнь, на место свое в этом процессе, на свою роль, на то, что все предопределено. И не зря вот это поколение, прошедшее войну, они, не то, чтобы там они восстановили традицию отцов, вернулись в лону русско-православной церкви, и я сейчас не об этом говорю, а о том, что вот отношение к такому страшному событию, как война и к осознанию своей роли, что есть еще некая сила, которая способствовала нашей победе. Вот какая-то сила, никто не может объяснить. Ну, только не партийная, конечно. Вот. Еще какая-то есть. Сила духа, наверное. И вот выясняется, что эта сила сформирована традицией, духом, то, что является главными чертами национального характера, в первую очередь, русского народа, менталитета. Вот это вроде как имперскость, которую сейчас очень, так сказать, боятся этого слова. Гордость за отечество. Да, державность. Державность. И нет ничего выше, чем душу свою положить и живот свой за други своя. Вот на памятниках, которые сейчас православных появляются, и вот на Прохоровке я в 95-м году присутствовал на открытии этого знаменитого мемориала, там как раз вот эта фраза, она все время ее цитировали в речах, в разговорах, она написана. Вот. И только вот в последние уже годы, с 90-х годов, это был 95-й год, постепенно вот этот срез, он появляется. Хотя в фильме Бондарчука и в Шолоховской прозе, помните, когда в бомбардировку он крестится, и у него руки дрожат, и он просит Бога, чтобы он спас ему жизнь. Вот знаете, Давид Самойлов, вот мне сейчас пришло на память, он отмечал три главных качества советского солдата на фронте. Первое качество, когда солдат без начальства, он брюзглиев, он является ругателем, он грозится, хвастает, готов там схватиться за грудки и пупстякам. Второе, при начальстве, он становится очень смирным, косноязычным, иногда даже готов хвалить начальство за излишнюю строгость. И вот третье качество, бой, как говорит Самойлов, пишет Самойлов, или артельное дело. Вот здесь солдат коренным образом меняется, и он пишет, тут он герой, умирает спокойно, сосредоточенно, без рисовки, не оставит в беде товарища, он умирает деловито и мужественно, как делает любое артельное дело. И вот эта вот державность, ощущение сильного государства, сильной страны, которая там, за нашими спинами, которую мы отстояли. Вот это вот, например, поэт-фронтовик Виктор Кочетков очень хорошо. Ступать некуда позади Москвы. Да, это, да, а вот конец войны. Орденов так мало понавесило к нам на грудь жизнь, он пишет, и главные солдаты Русь жива, вот пишет Кочетков осознание, главные Русь жива. И потом, да, русские солдаты, об этом многие говорили, иностранные наблюдатели, или потом даже союзники отмечали, что советский солдат, то есть русский солдат, умеет умирать. Вот. Это очень важно. И он, это непонятно для вот такого прагматичного, протестантского или там западного сознания. Это другая, другая цивилизационная модель. И вот тут мы выходим на совершенно такой сложный, очень мало понятный иногда современному человеку сакральный уровень. То есть, есть вот западная цивилизация, есть восточная. Есть вот эта немецкая машина, тоже носитель определенных традиций и тенденций. Пусть она распространяется, все что угодно можно говорить там о Гитлере, о Национальной социалистической партии, вот, но она вывела ее, эти миллионы на фронт, и они дрались очень умело. И вот это фактически было межцивилизационное столкновение. Какой Сенин, а положите меня в русской рубашке под иконами умирать. Положите, и я буду умирать. Да, это сказано было и Сениным еще в старой вере. И вот, видимо, так сказать, Иосиф Виссарионович при всех его таландах, он прекрасно понимал, что вот это столкновение между огромными, такими крупными цивилизационными объединениями, оно ничего хорошего так не приведет, и здесь нужно занимать какую-то позицию. Вот здесь партийность не будет играть никакой роли. Заканчивая сегодняшнюю программу, я надеюсь, наши уважаемые зрители в этот час, во время которого мы искали истину, истину о Великой Отечественной войне, я повторюсь, найти очень трудно. Она такая многообразная, сложная, многоплановая, многоярусная и завязана на человеческом факторе, на обидах, потерях, крови, миллионах жертв, точного числа, которых мы до сих пор не знаем. Болезненная тема, но говорить об этом нужно, и вот тот ракурс, который мы сегодня взяли, через конкретного человека, начали с цитирования поэтов, известных, малоизвестных, но тем не менее, их образы, они очень болезненные. Сейчас появляются произведения разных авторов, и тех, кто воевал, и тех, кто не воевал, и жив еще Бондарев, в любом здоровье, который вот начал эту тенденцию в отечественной литературе лейтенантской прорезины. Это как раз первая попытка Шолохов и Бондарев, это первые, кто пошел по этому пути. И надеюсь, что те, кто сегодня смотрит, они скажут своим детям, чтобы они повнимательнее относились к текстам, которых просят почитать во время школьного курса, что война, это было не так просто, и это было не развлечение, и не шоу, которое можно посмотреть по телевизору, а потом забыть, или поиграть в компьютерную игру. Это очень болезненная страница нашей истории, через которую прошла практически каждая семья. И вот эти вот последние, что я сегодня скажу, это опять я вернусь к 95-му году, к открытию памятника на Прохоровке, когда впервые памятник, когда сдавали храм, там были выбиты практически все фамилии, ну, если их можно представить, те, которые погибли под Прохоровкой. Весь храм был в фамилиях, весь. И мы провели эксперимент. Я с его другом фамилию, свою собственную, там Алексей Денисов, мы с ним вместе делали большую документальную работу, там Денисовых человек 5 было, и Костенок тоже, там где-то 3-4 было. А сколько Ивановых, Сидоровых, Прокопенко, ужас, вот эти вот целые фамильные пласты были вырезаны. Конечно, осмысление этого факта, оно очень болезненно, и люди должны правильно к этому относиться, делать выводы, и понимать, какую жертву мы принесли, чтобы не повторять глупых ошибок, и не следовать политическим, конъюнктурным идеям, а двигаться туда, куда мы должны вперед, к просветанию нашего Отечества. Я благодарю вас за беседу, а с вами, уважаемые зрители, мы прощаемся, чтобы встретиться ровно через неделю и продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин